Тема сегодняшнего разговора – можно ли залететь от смазки при половом акте? Тема интересная, поэтому прошу поставить лайк и подписаться на канал, так как канал имеет образовательный характер и именно так получит большой охват у зрителей. Заранее спасибо, друзья! Итак, начнём. Для начала немного теории. Выделения у мужчин бывают нескольких видов. Первое. Сперма, якулят, семенная жидкость, мутное, вязкое вещество светло-серого цвета, которое выделяется у мужчин при оргазме, семизвержении или по-научному якуляции, обладает оплодотворяющими свойствами. Второе. Мужская смазка, вязкое прозрачное вещество в составе куперовых желёз, выделяемое при сильном возбуждении. Иначе куперова жидкость, предсемя или предсеменная жидкость. В медицине носит термин предеакулят, предположительно может косвенно участвовать в оплодотворении. Третье. Смегма, жидкость белого цвета, обладающая специфическим запахом, состоит из влаги, отмершей эпителиальной ткани и секрета сальных желёз крайней плоти, оплодотворяющие функции отсутствуют. Можно ли забеременеть от мужской смазки до сих пор остаётся вопросом спорным. Дело в том, что функции смазки предназначены для конкретных целей, не имеющих отношения к зачатию. Для чего предназначена смазка? Благодаря смазывающей способности предеакулята облегчается проникновение члена во влагалище. Влагалище имеет кислую среду, а смазка обладает свойством нейтрализации кислотности женской микрофлоры, что создаёт комфортные условия для жизнедеятельности сперматозоидов. Смазка способствует самоочищению уретры от остатков мочи и спермы от предыдущего полового акта. Так вот, в теории от смазки забеременеть нельзя. Однако, есть научные исследования, которые доказали, что в смазке могут содержаться активные сперматозоиды, особенно на втором заходе, поэтому имейте это в виду и всегда мочитесь после полового акта.